Молодой лейтенант НКВД пробирался из окружения в сторону советских войск. 12 июля 1941 года 57-й моторизованный корпус вермахта 3-й танковой группы начал наступление с плацдарма в районе Десны и прорвался к поселку Дритуни. В итоге этого наступления немцам удалось расчленить 22-ю армию Западного фронта и захватить город Полоцк. В окружении возле Невеля остался 51-й стрелковый корпус, и его командир, генерал-майор Марков Аким Маркович, чтобы спасти ценные совершенно секретные штабные документы, приказал молодому особисту, лейтенанту Милакину Нестору Петровичу, пробраться к городу Великие Луки, куда отошли основные силы 22-й армии. Теперь же чекист всеми правдами и неправдами, обходя населенные пункты, занятые немцами, избегая встреч с людьми, болотами и лесами, пытался перейти линию фронта, которая давно уже была далеко на востоке. Советские штурмовые группы готовились для переправы через реку Волгу, чтобы занять плацдарм возле села Знаменского. В эти бригады набирались добровольцы с большим боевым опытом из 16-й гвардейской и 379-й стрелковой дивизий. Задача им предстояла трудная. Оба берега в этом месте очень крутые и обрывистые, но определенный шанс на успех все же имелся. Во-первых, разведчики определили наличие в этом районе реки двух продов. Во-вторых, немцы считали этот район неприступным и поэтому не стали строить здесь усиленную оборону. К тому же защищали эту часть берега не самые боеспособные войска, учебный батальон из 87-й пехотной дивизии вермахта и роты из 187-го пехотного полка. На 800 метров берега у них было всего четыре станковых пулемета. Для сравнения, на участках возможного прорыва на то же самое расстояние у немцев находилось до 12 пулеметов. Утром 28 августа, поставив с двух самолетов домовую завесу и без всякой артподготовки, советские штурмовики в количестве 140 человек с БПШ и ручными пулеметами ринулись к бродам. Быстро преодолев реку и взобравшись по крутым берегам, они ворвались в немецкие окопы. И тут началась бойня. Прошедшие огонь и воду красноармейцы постепенно стали зачищать траншеи противника. Учебный батальон вермахта – слабая преграда. Немцы дрогнули и побежали. Штурмовики буквально на плечах врага ворвались в село Знаменское. Командир батальона 1255-го стрелкового полка 379-й дивизии, старший лейтенант Милакин Нестор Петрович со своими бойцами стремительным броском, выбивая немцев, ворвался в дом отдыха имени Симашко на северном берегу реки Волги, а после передачи этого объекта другим подразделениям также переправился на Знаменский плацдарм. Немцы смогли остановить продвижение советского наступления только мощным артиллерийским и минометным огнем. Из деревни Редькино ударили шесть батарей. Их залпы легли по флангам и в тыл штурмовым группам. Красноармейцы залегли и стали окапываться. Немецкие командиры смогли преодолеть панику и остановить бегство своих солдат. Перегруппировавшись, фашисты даже перешли в контратаку. Но штурмовики успели переправить на плацдарм несколько максимов, плюс развернули против атакующих четыре трофейных пулемета. И атака уже раз потерявших лицо солдат снова обернулась паникой. Надо понимать, что дивизии, полки и батальоны, что с той, что с другой стороны, в это время были крайне обескровлены и резервов противоборствующим сторонам взять было неоткуда. После взятия плацдарма у села Знаменское советскими штурмовиками для развития успеха должна была быть введена в бой 215-я резервная стрелковая дивизия, однако ее в последний момент отправили на другой участок фронта. У немцев была та же самая ситуация. У командующего 9-й армией вермахта генерала Вальтера Моделя все резервы были также исчерпаны, но плацдарм у села Знаменское был опасен, и его стоило ликвидировать всеми возможными способами. Моделю ничего больше не оставалось делать, как снять из-под Зубцова, где готовилась контратака с целью отбить у советских войск этот город свежую танковую роту. 18 третьих панзеров и 5 штурмгершутцев спешно завелись и своим ходом помчались под село Знаменское. На броню же сажать было некого. В пехоту пошли все те же несколько раз бежавшие солдаты, в помощь которым дали строителей, артиллеристов, тыловиков и кашеваров, в общем всех, кого смогли только набрать. Зибер Штихель, командир роты танкистов, когда увидел, кого сажают ему на броню, сразу же позвонил в штаб и снял с себя ответственность за результат будущего боя. Но с советской стороны на плацдарме дела были не лучше. Туда переправили только две пушки-сорокопятки, одну 76-мм полковую пушку образца 1927 года, одно противотанковое ружье и 10 собак-истребителей танков с инструкторами. Штурмовиков же в осталось всего 120 человек. Немцев же для штурма плацдарма набралось около 350. К тому же во время артобстрела был убит командир полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии, который командовал во время взятия плацдарма. Следующий по старшинству был старший лейтенант Милакин Нестор Петрович, который принял командование на этом клочке земли. Этот чекист в 1941 году около 20 суток блуждал по тылам немецких войск, но все же смог перейти линию фронта, выйти к своим и сдать секретные пакеты по назначению. После этого его зачислили в организующиеся из солдат и командиров Красной армии, выходивших из окружения дивизию. Вместе с одним из батальонов он участвовал в боях и был ранен в ногу. После излечения лейтенант Милакин был направлен оперуполномоченным в отдельную разведывательную мотострелковую роту 379-й дивизии. Много раз ходил в разведку, а в декабре 1941 года в бою за деревню Митино был ранен во второй раз в правое плечо. После госпиталя снова вернулся в дивизию, уже на должность оперуполномоченного 1255-го полка и в бою за деревню Пачурино был контужен, но от госпитализации в третий раз отказался. Теперь же с орденом Красной Звезды на груди этому пораженному НКВДшнику предстояло встречать немецкие танки. Вечером после усиленной артподготовки немецкие танки, выстроившись клином, медленно направились в сторону плацдарма. По плану немцы рассчитывали прорваться в тыл советской наспех построенной обороны, высадить там пехоту с брони и уничтожить штурмовиков. В это время немецкий радист перехватывает часть советского диалога. С большой земли приходит запрос. На вас идут немецкие танки, вы их видите? Ответ. Видим. Вы их пропустите? Ответ был матом, но в целом он означал «нет, не пропустим». Десантники затаились в только что вырытых ямах с пулеметами, и когда немецкие танки прошли сквозь их ряды, кинжальные очереди ударили в две стороны, по сидящей на броне пехоте и по цепи, идущей вслед за техникой. На клочке земли в один квадратный километр начался кровавый, ожесточенный и упорный бой. В этот момент по танкам из своих засад ударила советская артиллерия. Кинологи спустили с поводков собак. Немецкая пехота пыталась пробиться к своей технике, но все было тщетно. Земля вокруг горела, в воздухе поднимался запах гари, пыли и пороха. Отсеченные от пехоты танки в дыму и огне представляли из себя жалкое зрелище. Они плохо видели противника и стреляли наугад, а советские артиллеристы, собаки и один ПТРщик выводили из строя одну грозную машину за другой. Руководя обороной, старший лейтенант Милакин все время находился в наиболее опасных участках. Рядом с ним был убит ПТРщик. Нестор Петрович сам встал за противотанковое ружье и подбил один танк. В этот момент еще один снаряд взорвался рядом, Милакина тяжело ранило, а за ПТР встал другой боец. В итоге в этом бою немцы потеряли все штуки и еще 13 панзеров третьих, но командование вновь развернуло пять уцелевших танков и заставило их снова атаковать плацдарм. Странное было это решение и во второй атаке немцы потеряли еще три танка, а две оставшиеся машины, их экипажи и всего два десятка выживших пехотинцев. Получив тяжелый урок и заслужив почтение своего начальства, отправились отдыхать. К сожалению, этот тактический успех использовать Красная Армия не смогла. После переброски 215-й дивизии на другой участок фронта развивать прорыв было некому. Немцы, разменяв танки на время, подогнали к плацдарму стрелковый батальон 105-го полка и две пулеметные роты, которые, укрепив оборону, блокировали советский десант. И в этом месте также начался ржев, в плохом смысле этого слова. Но зато город Зубцов остался в руках советских войск до конца войны. Немцам не хватило всего одной танковой роты, чтобы его захватить. Старший лейтенант Милакин, раненый и контуженный, продолжал командовать войсками на плацдарме еще сутки, прежде чем его эвакуировали. За этот подвиг его наградили орденом Ленина. А 10 июля 1944 года батальон под командованием Милакина Нестора Петровича прорвал сильно укрепленную оборону противника между деревнями Почерняево и Попово Калининской области. И за два дня боев, отбивая немецкие контратаки, продвинулся на 20 километров в глубину, освободив при этом свыше 50 населенных пунктов. К сожалению, известно об этом героя мало. Родился он 1 марта 1916 года в селе Водоселище Мордовской АССР. Поступил на службу 23 октября 1937 года. Помимо ордена Ленина и ордена Красной Звезды, он был также награжден орденом Александра Невского как раз за прорыв немецкой обороны в 1944 году, а также медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за оборону Москвы, за взятие Будапешта и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Закончил войну Милакин Нестор Петрович в чине майора, а после нее жил в городе Казани.